Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон и я рад вас приветствовать в моем прохождении третьего эпизода Life is Strange. Наконец-то вышел перевод, наконец-то у меня появилось время и я с огромной радостью сажусь проходить продолжение одной из самых лучших игр этого года. Ну что же дорогие друзья, сейчас мы вспомним что у нас было в предыдущем эпизоде и узнаем что же будет дальше в нашей невероятной истории про девочку, которая умеет перематывать время. Итак, эпизод третий. Теория хаоса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Макс, сегодня не было эклипсии. Я верю в тебя, Варрен. Я верю в что-то в этой неделе. Давай разберемся во всем этом. Вместе. Life is Strange. Игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Square Enix представляет Игра, Don't Not Entertainment. Life is Strange. Игра, эпизод третий. Теория хаоса. Кажется, наша Макс засиделась ночью. Заработалась. О, хомячок. Нет, нет, кролик. Кролик, да, точно. Макс же кролик. Совсем забыл, блин. Кейт! Кейт в порядке, Макс. В порядке. Мы спасли ее, у нас получилось. Расслабься. Хочу тебе кое-что показать. Встретимся у кампуса. Ну еще бы, елки-палки. Так, но прежде чем, прежде чем начать, нужно позаботиться о кролике. А как же иначе? Так, малыш, нужно дать морковку. Сначала взглянем. Так. Ну, давай, похрусти. Похрусти морковочкой. Похрусти морковочкой. Ну ладно, хотелось послушать. Они так классно хрустят всегда. О, извините, Лиса. Я спасла Кейт, но я украла свою собственную пленку. Нельзя было поливать его каждый день. Ауч. Блин. Залило растение, получается. Надо было один раз полить всего лишь. Черт. Торшер? А что это он? Разбитый, что ли? О, красиво. Так, окно. Есть так много, что я почти забыла о эклипсии. Все это атмосферное действие не может быть коэнцидентом. И все дороги ведутся к моему торнадо-визиону. Как же Sherlock Holmes предоставил ничего без интернет? Да уж. Ну а что такого? Ты герой, Макс? Все круто. Онлайн-новости Аркадия Бэй. Студентка Блэквилла пыталась покончить с собой. Аркадия Бэй, Орегон. Студентка престижной Академии Блэквилл чуть не прыгнула с крыши общежития на глазах других студентов и преподавателей. Управление подтвердило, что это была Кейт Марш, 18 лет. У нее были проблемы. Более подробная информация пока неизвестна. Много, что телефонов записали в этот момент. Также в кадр попал неустановленный студент, сумевший отговорить марш от прыжка. Нажмите сюда, чтобы увидите видео. Понятно. Хм. Возвращение Рэйчел, это было время, когда кто-то умер из Аркадии Бэй. Я не должен быть так задуманной. Так. 2013 год Рэйчел. 2001 год Элтон. Киси. 97-й Мелисса Ли Грейсон. Винстон Смит в 84-м. И в 73-м некий Саншайн Рэй. Да, вот. Солнечный луч, настоящее имя неизвестно. Пропала. Тоже девушка. Кстати говоря, в конце предыдущей части у нас же показали опять этот странный кабинет, где находятся дела разных девушек, в том числе и Рэйчел, и Кейт. И вот в конце было показано, что дело Кейт открылось. То есть, этот некто его читал. Я точно надеюсь, что эти люди воспринимают ее лучше, когда она вернется в школу. Если она так. Но вернется, я надеюсь. Кейт Беверли Марш. Тейлор Кристенсен. Скорее поправляйся, ты в наших сердцах. Виктория Мэрибет Чейз. Отправляю тебе любовь, Кейт. Эван Харрис. Думаю о тебе. Марк Бревингтон. Мы любим тебя, Кейт. И скорее возвращайся в церковь. Алиса Андерсон. Мы за тебя, Кейт. Кортни Вагнер. Надеюсь, тебе уже лучше. Отец Ламонт. Псалом. Лизы к Господе с украшенным сердцем и смиренным духом спасет. Зак Риггенс. Бигфут и Блэквелла обещают выиграть следующую игру для тебя. Ну, Зак молодец. Ну, да, не надо создавать страницу тогда. Время бежит, Дуглас Адамс. Эван Харрис, ты заставила меня гордиться тем, что я в Блэквилле. Браво, Макс. Браво. Данил Дакоста. РС Уна Чика Дура. Что? Напишите, что это значит. Уоррен Грэхом. Макс Роллит. Хайден Джонсон. Опично. Брук Скотт. Видеть тебя, спускающийся с крыши вместе с Кейт, было величайшим событием в моей жизни. Спасибо. Джулит Уотсон. Заголовки все твои, Макс. Дану Варт. Ты герой, Макс. Спасибо. То-то же. Все будет говорить о Кейт сейчас. Блэквелл может быть, как бы, закрывать за следующий месяц. Какой смысл закрывать Блэквелл? Спасибо за имя, Нейтан. И все-таки здесь думают, что Сэмюэл был грибер. Это потрясающе, как счастливая Кейт выглядит здесь, в сравнении с сегодняшнего дня. Она, в основном, поднялась к этой стене. И я буду использовать мою силу, чтобы узнать, почему. Это должно закончиться. Но ты ведь помнишь, дорогая, что в предыдущей части у тебя частенько кровь шла носом. Из-за того, что ты использовала свои способности. Keep calm and carry on. Да уж. Действительно, почему. Так, что у нее здесь за уроки есть? Понедельник. Мировая история. Алгебра. Ланч. Ланч, 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 ланч. Ланч. Целый час на ланч. Блин, ну это, конечно, круто. Целый час такой. Так, 55 минут занятия. 55 минут занятия. Так, ну да. 5 минут перемены. 55 минут занятия. То есть, 2 часа они позанимались. Целый час отдыхают. А потом, час-2.25. То есть, это уже целый час 25 получается следующее занятие. Уже продленное такое. Математическая лаборатория. А, это лабы. Вот почему они длинные такие. Лабы, 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 лабы идут. 2.34. Полтора часа. Язык фотографии. Ты поначалу читаешь язык порнографии. Медиалитерси. Что-то медийное. То есть, искусство медиа, что ли, как-то так. Описание жизни. Или рисование жизни. Как-то так. Культурная антропология. Музыка, медиа, фотография, наука, математика. Это вот все лабы такие. Интересно. Как это? Art of science. Это искусство науки. Получается. Интересно, что они там изучают. Чудо английский. Зачеркнут. Интересно, почему. Так, что у нас здесь еще есть? Я всегда все осматриваю прям. Прям, прям все стараюсь осмотреть, потому что... Блин, она до сих пор не закрасила все это. Ну, с другой стороны, да, прошел-то... Даже ничего не прошло. То есть, даже дня не прошло с того момента. В никакой способности я могу чистить эту штуку. Время, чтобы получить Сэмюла Д'Авинчи, чтобы исправить. Сэмюла Д'Авинчи, я так сильно устраиваю. Я звучу как мурома. Но преступник не длится. Я требую, чтобы остаться над этим исследованием. Кейт, в порядке, Макс. Дай вздох. Дай вздох. Дай вздох вместе. У тебя время. Да, надеюсь, с ней все будет в порядке в дальнейшем. Так, ну что же, давайте выбираться. Из нашего логова. Некоторые еще не спят. Окей, это страшно-доро. Позвольте быть... Лайт. Хе-хе-хе. Отлично. Я уж был на секунду подумал, что мы можем колдовать. Сейчас будет Люмас-Люмас. Но нет, не та игра. Куда бы ты ни пошел, там буду я. Или ты не пошла. Это депрессивная думка. И это всегда про Викторию. Я надеюсь, что ты будешь светлой снова. И скоро, Кейт. Что там написано? Тигр-тигер. Тигр-тигер. Берненькая светлая в зоне ночи. Какой иммерческий головой. Куд... Кудфэм... Фэйм... Или фрейм. Фрейм, скорее всего. Тай... Фиртфул... Саметри. Господи. Блейк-фок-кейт. Марш. Ага. Ну, в общем, стишки такие. Ничего особенного. Так много хиппокритов. Угу. Действительно. Мы скучаем по тебе. Поправляйся. Мне жаль, Кейт. Поправляйся скорее. Блэквилл молится за тебя. Надеюсь, ты скоро поправишься. Да, да, да. До этого здесь было написано, что... Ну, в общем, ладно. Плакатики у нас здесь. Кто-то у нас не спит. Интересно. Так, а что... Опачки. Привет. Ну, конечно. Ну, ладно. Успокойся. 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 Я просто так рада, что она не... Ты в порядке? Я просто, как, шокирована. Я никогда не видел кого-то пытаться убить себя. Я не видел. Я не видел. Я не думал, что ты не так грустно. Считывая, как ты и Виктория сомненькою кейт. Я сам лич, не Виктория, как и Виктория. Виктория, как она даже не фриканская. Я уже не могу сказать. Чит, я не знаю, что я не знаю. Перемоточка еще раз Мы из нее все вытянем Так О, Виктория ускользнула за общаги Я знаю, Виктория должна быть повреждена, потому что я увидела, что она вытянет из дворка через дворку О, чувак, ты ее видела? Она была так, как, нервовна, когда она уехала дворку Она даже не рассказала мне, куда она была Наверное, до хрена Ну, я должен идти на дворку Это был тяжелый день, как ты знаешь Спасибо, Макс И это было, как, очень круто, когда ты пошла на дворку, чтобы спасать Кейт Виктория была ошибкой о тебе Теперь я должен быть alone для моего ночью анксидии Я поговорю с тобой Хм, ну вот, уже неплохо Жиз Тейлор, в самом деле, кажется, интересна о Кейте Да, действительно Это странно, конечно Это, конечно, странно Что? Новый плакат? Кейт, наверное, не хочет посмотреть эти постеры, когда она вернется Ээээ У тебя есть выбор Эээ Что-то, что-то я не знаю насчет Точно не знаю насчет чего этот плакат Там не очень четко описано О, хе-хе, я стер ссылку Я надеюсь, Виктория чувствует особенно хрень, об этом постаре Ну, ее никто не увидел, все отлично Ах, Виктория не здесь Может, я просто ждать и уйдет время Я... Иду через ее хрень То есть, получается... А, ну да Это... Это другая комната, но... Что же мне вломиться к Виктории? Джулиет Жду Кейт Эй, Макс Пришли сюда Тут тоже написано Жду Кейт Так Может, глянем, что у нее здесь есть Наклейка Да А, ну да А, ну да Клочок бумаги Это both sad and pathetic Да, она из меня плохой писак, но я не могу молчать Не обижайся навсегда Я знаю, что веду себя со всеми как наглый качок Но я никогда не вел себя так с тобой, ты заслуживаешь лучше Вот видела, как я струсил Если тебе нужны деньги, дай мне Ну да, конечно Так просто думать, что все дело в деньгах И все проблемы можно решить деньгами Это чудесно Косметичка Не-не-не, стоп, какая нахрен косметика Какая нахрен косметика Это... Короче, вот здесь, да, ошибка в переводе Это, короче, маски карнавальные и прочее То есть это... Как сказать... Атрибутика, что ли? Или как-то даже вот... Не знаю, как точнее пока сказать Дэйна, честно говоря, не смешно, если я перейду ее лаптоп Аааа... Тревор – сладкий Отправитель Тревор Отправитель Тревор Да, но я думаю о тебе везде не знаю, как хреново было видеть, как Кейт чуть не прыгнул из крыши Хорошо, что Макс успела к ней, прямо как супергерой Я не могу тебе сказать ничего умного Я просто хочу, чтобы ты знала Ты хорошая подруга и надеюсь, у нее еще есть друзья Похожие и на тебя Ты была так добра со мной, когда все было хреново и поэтому я всегда буду с тобой Я скучаю по тебе, Трев Спасибо, что думаешь обо мне Я до сих пор вспоминаю Кейт на крыше и думаю, что должна была что-нибудь сделать, чтобы помочь ей Даже Макс Колфилл сделала больше, чтобы спасти ее Они даже не лучшие друзья Я так рада, что ты думаешь обо мне Не могу дождаться, когда увижу тебя завтра И ты был так же добр ко мне, как я к тебе Мечтаю о тебе Если Дэйна говорит с Джулиетой об этом, она будет желать, что не было Хм Дана, надеюсь, ты в порядке после сегодняшнего Не хочу тебе надоедать, но я собираюсь написать о Кейт в газете и хочу узнать, можешь ли ты ответить на пару вопросов Всего пара простых вопросов Давай поговорим, когда тебе будет удобно, хорошо? Надеюсь, ты в порядке Искренне твоя, Джулиет Джулиет, знаю, ты хочешь узнать больше о Кейт, но меня до сих пор трясет после сегодняшнего Не думаю, что тебе сейчас кто-нибудь ответит после того, что было сегодня И может на данный момент лучше быть сдержанной Кейт заслужила немного уединения Целую, Дана Дэйна выглядит вовремя и вовремя о Кейт Она действительно любит Эй, Дэйна Как ты делаешь? Больше, чем Кейт Я просто не верю, что она даже пыталась уничтожить Кейт Кейт был серьезным Но это не все об этом видео Так что ты именно говоришь, Макс? Ты думаешь, что это связано с Натаном? Эммм Да нет Вряд ли Я не уверена, но я на этом Виктория вышла в Блэк Уэлл И я пойду узнать, почему Я сейчас боюсь Но люди здесь все остаются сегодня Что? Как, кто? Виктория вышла из нее раньше, а теперь ты, Шерлок? Не я Мне нужны Мне нужны Мне нужны Дэйна Увидимся Ну, конечно, маленькая вружка Сама-то сейчас пойдет, пойдет Разыскивать, расследовать Так Ну, в общем, опять там ободрительное что-то Насчет Кейт Эмм Молюсь за скорейшее выздоровление Кейт Так, а что насчет комнаты Виктории? Где комната Виктории? Хоть по, блин, знать Это Джульет Так Подождите, по-моему, комната Виктории Так, это комната Макс у нас, да? Нет Вот комната Виктории Такая тут подсветочка интересная Обувка Да не очень Эти сапки стоят больше, чем мою пасту Ха-ха-ха Я назвал это Портрет Дила асхол Ха-ха-ха-ха Воу, там Кейт Совершенно высокая Она выглядит, не так, как она партирует Ну да Чего она вообще поперлась на эту вечеринку, я не могу понять Виктория Я неanna Он. Виктория Виктория Благодарю Последний вид правильный, благодаря Кортнею Вагнеру, который написал этот письмо. Первый Рейтел и теперь Кейт. Это конец Вортехсклуба. Какая странная стена. Да, уж такие рожи. Ничего себе, сколько? 30 баксов. Нормально. Так, химчистка Аркадия Бэй. Так, 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 кашемировый свитер. Ага. Виктория секрет. Она гиги. Ха-ха-ха-ха, да ладно. Светится в темноте, Блубери. Ну да, это, типа, фигурка здесь была. По-любому. По-любому. Виктория и Тейлор в самом деле показывают реморс. Мы сегодня как-нибудь соберемся. Мне срочно нужно пропустить пару стаканчиков. Выпьем за Кейт. Удивительный сегодня денек был. Чего только стоило увидеть Макс и Кейт, когда они спустились. Мне тоже нужно выпить. Звякни мне, как начнете собираться. Целую, обнимаю. Из-за этой сраной Макса меня исключили. Ты понимаешь, этот гребаный кампус, где Макс херачит свои селфи моего отца в руках. Мои предки дико злы на меня не пригласили мне гребаной работой в офисе моего папаши. Он что, совсем тупой раздумает, что я буду у него на побегушках? Макс хренафил ты весь. Блэквилл может смело идти нафиг. А что насчет вечеринки Конец Света? Она, блин, состоится. Ты идешь? Что за она? Тебя не могут исключить? А, тебя не могут исключить. Я знал, что Макс будет источником проблем, как только увидел, что она подлизывалась к мистеру Джефферсон со своей сраной старомодной камерой. Ты замечал, что все, с кем она зависает, рано или поздно находят проблемы? И да, вечеринка Конец Света не отменяет. Я напишу тебе позже, обговорим все детали лично. Держись там. Да. Ну и что? А вдруг она и правда спрятала улики, а? Спрятала улики. Где же? Где же она могла их спрятать? Да ладно, фигня, конечно. Ничего она не спрятала. И ничего я тут уже не найду, дорогие друзья. Знаете, конечно, что больше всего радует? Что в игре столько необязательных вещей, что просто не удаешься, серьезно. Столько всего можно сделать, чего, в принципе, можно и не делать, на самом деле. Можно просто взять и свалить. Вот, в самом начале, вот, Макс встает из-за стола, мы идем к двери и уходим. Все, и ни с кем не разговариваем, ничего не делаем. Это все, как бы, по идее, необязательно. Но, это есть, и это очень радует. Светлячки. Хорошо. Давайте посмотрим, может, здесь можно какие-то фото сделать. Да, красота. Интересно, что же случится в конце этого эпизода? В первом у нас был... Нет, был снегопад. Во втором было затмение. Что же сейчас случится? Наверное, ураган будет как раз в конце самому. Ну, ладно, давайте-ка вставать. Прогуляемся здесь еще. Потом в конце я почитаю дневничок. Может, Сэмюль должен исправить эту лампу. О, три сообщения от Хлои. Так. Послушай кое-что странное и пугающее происходит Блэк Валя. Нам нужно собрать всю картину уедино. Стоп, а если с самого начала? Так. Так, вот, никаких смайлов. Так, так, так. Так. Слишком поздно для отматывания. Извини насчет, Кейт. Надеюсь, ты в порядке. Я просто охренела, когда увидела затмение. Давай выясним, что происходит вместе. Эй, Супер Макс, как дела у героя Блэк Валя? Герой до сих пор трясет. И благодаря мне на это на Прескотта исключили. Ты главное, но никаких смайлов. Послушай, кое-что странное и пугающее происходит. Так, круто. Мне нужно тебе кое-что показать. Встретимся перед кампусом. Тащи свою задницу живо. Макс? Ясно. Так. От Ворона сообщение. Йо, Макс, просто хотел напомнить, как охрененно ты себя проявила, поднявшись на крышу. Кейт, я сделаю тебе супергеройский костюм на 3D принтере, окей? Ты явно заслужила ужин со мной. А еще походу на планету обезьян. Позвони мне. Так. Спасибо, Ворон. Но сегодня мне хотелось бы отдохнуть. Приятно, что на это начислили. Перезвоню позже, окей? Такс. Скрытый номер. Эй, шлюха, феминист будет истреблен. Берегись. Ну, конечно. Кто еще мог это написать? Два разных скрытых номера. Так. Днем рождения. Так, письмо от вашего ректора. Не бы лица. Это мы читали. Надеюсь, ты не забыл поливать растения, которые мы тебе дали. Нет, не забывай. Я, блин, его залил нахрен. Макс, позвони нам, как только сможешь. Мы так гордимся тобой. Нам хочется знать, как ты там. Так что, прошу, свяжись с нами. Мы любим тебя. Извини, мам. Я скоро тебе перезвоню. Обещаю. Спасибо, что позвонил, наш герой Блэквилл. Я так соскучился по твоему голосу. Мы так горды тобой. Ты, знаете, если захочешь сбежать оттуда ненадолго. Хорошо? Мы любим тебя, Максим. Блэквилл. Прекрасно. Белка. Белка, 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 белка. Белка. Ну, Белка же. И чего? Почему я не могу ничего с ней сделать, с Белкой? Там, навестись как-то на нее? Нет. В втором эпизоде можно было что-то вроде из корзинки достать. По-моему, пончик как раз бросить его. Белочка начнет его хавать. И вот, может было сфоткать. А я не сделал как раз эту фотку. Табанго выглядит довольно страшно в ночной. Пожалуйста, не уничтожай меня. Так, ну, Белка, она, в общем, что-то неактивна совсем. О, она уничтожена. Я надеюсь, что Сэмюэл не был рядом. Так. Кстати говоря, использование телефона как фонарик и портит батарею. Долгое использование. Так. Кто знал, Сэмюэл был так в рун-вай-фашии? Ну, конечно, модой он увлекается. Ага. Ёлки-палки. Что это? Женские принадлежности? Я знаю, что Сэмюэл не носит салфетки. Так. Кто это? Ну, он мог найти его где-нибудь просто и положить как... Утерянную вещь. Комод. Комод. Комод и болты. Как в моем-то гараже. Ничего, но инструменты. Ничего здесь. Значит, вообще пусто. Вообще-вообще-вообще ничего. Совсем-совсем. А то прям какой-то сумеречный Сэмюэль. Так и думаю, что он что-то затаил. Но нет. Сэмюэль тут совершенно ни при чем. Скорее всего. Я так думаю. Так, белочка все там же. Никого нету. Тишина. Да. Может их сфоткать как-то можно, слушайте. Так. Может быть, их можно как-то сфотографировать. Было бы интересно. Вообще, странно. Я думаю, можно уже какую-то фотку будет сделать. Но нет. Ладно, хорошо. Опа, а кто это у нас там? Директор? Принципал Уэллс. Ты серьезно? Я пищу, если он меня видит. Должен... Никто не может исполнить меня. Не еще. В любом случае. Он напился. Мне кажется, что... Что я могу пройти. Блэк Уэлл почти потерял другого студента. Я желаю, что Кейт Марш бы просто забрали город. Теперь я должен обучиться с другими родами, которые хотят благословить меня за их ошибки. Поздравляю. Эта умная блядь, которая меня забрала. как же его отвлечь то может просто взалеке пройти да ду 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 а на слабый долгий как он бакин зад ю-аунд ну может просто время перемотать пока он будет закрывать двери а я то здесь останусь он будет двигаться а я останусь здесь вот собственно и все так типа разговор 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 ну в общем стоп опять сообщение макс ты тут я время перемотал откуда-то блин сообщение возникло давайте еще перемотаем так вот и все так ну что дорогие друзья ах да давайте-ка почитаем дневничок прежде чем закончим серию кит марш чуть не покончила с собой мои руки все еще дрожат но я должна была записать пока в состоянии прямо в начале урока джефферсона кейт вышла на крышу женского кампуса чтобы спрыгнуть с него что ученики что учителя смотрели на нее будто она там решила концерт устроить я видела как она падала с крыши но мне удалось воспользоваться своей способности отмотать время назад я пыталась как только могла и в итоге каким-то образом я смогла остановить время вообще я добралась до крыши на мою глава снова была готова взорваться я понимала что больше отматывать время я не смогу мне нужно было сильно постараться чтобы заставить кейт передумать то как с ней обращались видео это принесло и столько страданий она не верила мне подобные сцены когда кто-то пытается отговорить кого-то от суицида видишь фильмах но здесь все совсем иначе так как все зависело только от меня я пыталась но кейт все равно чуть ли не спрыгнула банально но я сказал что ее любят ее семья и друзья хоть они не сильно этого показывают ну зрите кейт все же слезла с уступа она жива я чуть ли не расплакался ее объятиях я понимаю что дело было не во мне хотя я должна была признать было круто идти скейт под руки спускаться с крыши на улицу как я и говорила вся школа и полиция смотрели за нами практически в полной тишине потом я услышала как логан выкликнул да здравствует макс и все стали аплодировать и радоваться как странно все кто раньше гонорировали меня или же унижали теперь выкликивали возгласы отобрения в мой адрес самое странное что произошло со мной за всю эту безумную неделю и мне стало интересно видела ли все это виктории что она чувствовала по этому поводу я уже хотела разыскать ее только для того чтобы вмазать в ее рожу за то что она чуть ли не убила кейт как жестоко хотя если подумать то не одна кейт виновата на этом прескотт будто испарился это и к лучшему и после всего этого мне нужно было идти в полицию и давать показания так странно было участвовать в этом процессе особенно после просмотра огромного количества сериалов про полицейских где где я все это не раз видела в общем тут немного неправильно пришлось довольно много им наврать когда спрашивали про других учеников вряд ли полиция разберется во всем этом видимо это работа для супер макс а хоть мне и нравится что хлоя меня так называют но из-за того что я тогда подвела кейт героем я себя не чувствую может я не права и мне нужно радоваться самым странным было когда все студенты и персонал окружили нас кейт и стали хлопать нас по спине и плечам будто мы были героями я не знала как реагировать учитывая что каждый в этой школе был причиной того что кейт едва не сбросилась с крыши но как я уже говорила я не могу винить кого бы то ни было и я по-прежнему не знаю на кого показывать пальцем я была очень рада что кейт несмотря на страх и слезы она все же улыбалась поскольку видела как все рады что она жива я тоже улыбалась тут же налетели полицейские медики которые укрыли и одеялом отвели к машине скорой помощи меня не даже не заметили они не смотрели на меня как на героя видимо они привыкли спасать людей без всяких аплодисментов но если честно это было круто будто я получил дозу обнимашек от всей школы что ж может блэквелли не так уж и плохо даже несмотря на то что кейт жива и что я никак не принимал от того что это моя заслуга мне все равно нужно было срочно направиться в блэквелл на допрос уэлса как странно сидеть его невзрачном кабинете вместе с нейтаном прескотом дэвидом мэттсеном и мистером джефферсоном которые пытались понять почему же кейт чуть ли не убила себя я сидела молча но внутри буквально светилась отчасти тот взгляд кейт в котором была надежда я никогда его не забуду честь меня хотела размазать башку на это на прямо об доску ведь я уверен он чуть ли не довел кейт я хотела так сделать потом отмотать время назад но боюсь что это все перерастет весьма вредную привычку честь уэлс поступил правильно и отстранил на это на от учебы на несколько дней после того как я рассказала ректору об отсидеть в туалете наверняка у него было еще множество причин для такого серьезного наказания небольшая победа ради кейт и я не остановлюсь на этом будет больше клянусь если я не буду осторожней после парилки в логове ректора я болтала с вороном на лужайке так что могла чувствовать траву под ногами и смотреть на пушистые облака он такой милый он продолжает говорить как он горд тем что я остановила кейт от прыжка мне не верится что я это сделала но я хочу сказать лучше когда с тобой в школе обращаются как с героем чем как с лузером я сказал уорну что что-то зловещее происходит в академии блэквелл рэйчел эмбер хлои а теперь и кейт стали жертвами а если я продолжу играть в любителя детектива то я ей могу стать как же я хочу рассказать уорну о своей силе но сейчас неподходящее время и чтобы закончить день на наиболее возможной сюрреалистической ноте небо потемнело и мы наблюдали солнечное затмение о котором не сообщили ни по новостям ни на каких-либо профильных сайтах что происходит с аркадия бей 9 октября дорогой дневник у меня есть способность перематывать время благодаря ей я пыталась отговорить свою подругу от самоубийства пока предотвращала возможное уничтожение аркадия бей я уснул за столом и проснулась пытаясь повернуть время вспять или схватить кейт раньше помню моем дневнике были записи о том каким аниме персонажем я хотела бы быть для моих мечтах стать уважаемым известным фотографом или размышления о том чем бы мы с хлоей занялись когда повзрослели но хоть это мы теперь знаем хлоя решила докопаться до сути всего происходящего так что я теперь играю в игру а чтобы на моем месте сделала хлоя именно поэтому я забросила домашку и начала собирать информацию про кейт марш рэйчел эмбер и уважаемых прескотов будет логично если окажется что все они связаны между собой но если подумать весь аркадия бэй как то связан с этим дерьмом уже вижу программу по national geographic мистика природные явления или начало конца торнадо в аркадия бэй кстати о страхе я все еще думаю о кейт и о печали в ее глазах там на крыше я так рада что она жива приятно видеть как студенты блэку или поддерживают ее даря подарки и цветы наконец-то на это на времена отчислили и мне от этого чуточку лучше хорошо что его не будет в кампусе несколько дней надеюсь а если семья прескотов натравит на меня адвокатов да пожалуйста я сомневаюсь что им нужна глазка и вряд ли их влияние распространяется на весь эрегон по крайней мере пока говорили с хлоей что когда все уже будут спать я встречусь с ней у главного кампуса она надеется найти любые зацепки и после случившегося скейт я ее понимаю и вообще после этого случаях лоя стала еще активнее искать рейчел если она вообще пропала забавно теперь когда я могу отматывать время назад тем самым избегая проблем у меня начались самые большие неприятности в моей жизни будь моя жизнь сценарием сумеречной зоны дальше бы случилось нечто ироничное например я бы отманала время в тот момент когда меня еще не существовало могу ли я утверждать что это сила вечно будет у меня возможно ли такое что ураган снег и затмение всего-навсего галлюцинации или же у меня настоящий правительский дар но и самое главное это дар или проклятие хлоя живая на рядом со мной что доказывает возможность не дать видением стать реальностью ведь так и так я нарушил комендантский час чтобы встретиться с хлоей она сказала что хочет мне кое-что показать пора поиграть детектива время блаквальских ниндзя пока я выбирался из общежития я заметила кучу добрых слов на двери кейт хуже всего что всем им было плевать когда они дразнили и этим видео и подстрекали когда она была на крыше всегда так все начинают беспокоиться когда уже слишком поздно хотя бы кейт будет приятно столько людей и поддерживает теперь надеюсь я еще смогу навестить ее когда это все закончится блин прозвучало как-то криповата черт это было близко все шло так гладко пока на улице на моем пути не оказался ректор уэллс человек которого сейчас я хотела бы видеть последнюю очередь я была плохим ниндзя так что он меня застукал но зато я наконец увидела что сплетни иногда бывают правдой ректор уэллс был в говно и он даже не пытался это скрыть честно говоря пьяный он круче чем трезвый понятно почему он так потерян разборки семьей кейт и прескотом да еще и дэвид мэдсон он все также относится ко мне с подозрением хоть и говорит что слишком уж меня разбаловал не всерьез но видно что на него давят он так пьян что он даже не может открыть ключом собственную дверь хоть он и на моем пути с моей способностью он мне не ровня и я уже снова иду прямо на встречу с хлоей плохая макс ну что ж дорогие друзья на этом у меня все встретимся в следующей части подписывайтесь на канал и ставьте лайки вступайте в группу вконтакте и советуйте друзьям все ссылки под видео с вами был гетон всем спасибо и до следующей миссии